Всем привет! Меня зовут Оля из Северной Каролины. На этом канале я расскажу о том, как мы переехали уже полтора года назад в Америку. А ещё расскажу о том, как мы переехали, как мы тут обустраиваемся, как получаем работу, жильё, обустраиваем детей и ещё прочее, прочее, прочее. В общем, о жизни в Америке. И сейчас я тут начала делать несколько, как бы так сказать... А сейчас я начала делать серию видео про способы эмиграции в США. С помощью разных видов. Я уже рассказала про визу, по которой переехали мы, и Би-3. Ещё у меня было видео про визу талантов. И сейчас у меня будет видео про визу И-Би-2. Посмотрим поподробнее, о чём она. И-Би-2 — это виза для уникальных специалистов, которые представляют какой-то интерес для развития Америки. Она чем-то схожа на предыдущую визу, на визу талантов. Но здесь меньше акцент на то, каким крутым специалистом и какой у вас вклад был в вашей стране ожидания, обитания, проживания. То есть здесь и виза, и Би-2 больше фокусируются на том, какой вклад вы внесёте в будущем, в развитие Соединённых Штатов Америки. То есть здесь она тоже иммиграционная. Она предполагает получение грид-карты, так же, как наша виза, по которой мы приехали. То есть мы, опять же, подавали заявку. То есть вы создаёте пакет документов, подаёте заявку, ожидаете одобрения. После одобрения вас приглашают на виза-интервью, скорее всего, в Польшу, но можно перенести в другую страну. Я рассказывала, как мы ездили. Ну, тут можно уже договариваться. Потом вы ещё будете проходить метасмотр перед визой-интервью. И потом у вас будет шесть месяцев на то, чтобы выехать после получения визы. Выехать в США. И здесь уже по приезду у вас в течение трёх месяцев вы уже получите свою заведенную грин-карту, вид на рыдинство. И соответственно, по шансу. Пойдём посмотрим поподробнее. Самым сложным моментом кажется подготовка документов. Ну, да, мы тоже не знали, с чего начать и как вообще проходить весь процесс. Потому что, да, мы читаем информацию на сайте оригинальном. На сайте, где... Посмотрите моё видео про мошенничество. На сайте, где вы можете читать официальную информацию. Государственный сайт о визах. Но при этом пошагово, с чего начать, куда обратиться, как вот это всё реально проходить, постаётся всё равно загадкой. Поэтому для преодоления вот этой ситуации можете обратиться в какие-нибудь агентства. Можете обратиться в агентство, которое... Вот там где-то ссылочки внизу я могу порекомендовать. Они помогают оформлять документы, могут подсказать вашу стратегию, как построить кейс, как построить вообще стратегию прохождения интервью. Ну, в общем, пробуйте. Кроме того, верьте в себя, и всё получится. У меня ещё есть несколько мыслей по поводу визы EB-2 или 1. Давайте сравним немножко EB-2, профессиональную EB-1, тоже на профессиональную, и EB-3, которая у меня unskilled. Мы ехали по визе EB-3 unskilled, я подробно делала уже видео. Она сейчас оформляется 5 лет, в этом её минус. Но она дешевле, чем EB-1 и EB-2, в этом её плюс. Но срок ожидания 5 лет. В то же время EB-1 и EB-2 оформляются гораздо быстрее, там срок ожидания до 2 лет, там в случае оплаты премиум процессинга можно, по-моему, даже за 8 месяцев. Как бы я сейчас не путалась из-за талантов, но всё равно это реально в течение 2 лет. Сложнее то, что на EB-3 unskilled. EB-3 unskilled проще для оформления, потому что вам нужно не иметь никаких спецзаслуг, и оформление самого кейса вообще простое. То есть у нас был всего лишь один пакет документов, то есть на мужа, на моего, потому что он едет, на его оформляется виза, все остальные вагончиком. И нужен был всего лишь один его документ об образовании. У него был институт, лингвист-переводчик. Всё, мы его перевели, нотариально заверили, и больше никаких других сложностей не было. Справка от нарколога о том, что он не наркоман. И предложение о работе. То есть EB-1 сертификат оформляется на основании приглашения вашего работодателя. Но здесь опять же, то есть оформляет уже работодатель, он же платит, поэтому и сложно найти работодателя, потому что для работодателя это процесс, когда он здесь подает заявку в Министерство миграции, что он не может найти никого здесь, в Америке. Он должен что-то доказать иммиграционный как-то. И на основании этого он приглашает кого-то там извне. Ну, как я вижу здесь, на Unskilled Positions, на вот таких вот, на низкооплачиваемых работах, это реально, кстати, реально проблема. Потому что я работала на заводе, и вот мы пришли все, там нас на сигнале, когда мы там нанимались, допустим, в феврале. И вот волна пришла, все линии заняты, завод работает. Спустя месяц, две-три линии уже пустеют, потому что на соседнем заводе появились вакансии, на еще где-то. Люди уходят. Им, допустим, не нравится тут, ну, как-то вот скучно им, не знаю, что им там не хватает в жизни. Там, потом, найм происходит спустя 90 дней, через три месяца, то есть надо еще пройти наркотест. С этим вообще сложности. Очень многие даже не готовы его проходить и даже не пытаются никак, потому что, ну, вы понимаете, доступность. Курят они, короче, травку, и, в общем, из-за этого не могут пройти никакие тесты. Поэтому наняться на постоянку, в общем-то, никто и даже не пытается, многие. И поэтому они исчезают постепенно, через месяц, два-три, идут на другое место, может быть, еще и чтобы свои пособия нигде не потерять, потому что он безработный, там, получать пособия, вот, в общем, вот это unskilled, вот, вот так вот живет малый бизнес, да и большой, мы на заводе, у нас там много предприятий, предприятия, состоящие в нескольких заводах, где я работала, и вот все время вот такая текучка. Им все время нужны работники. Им, естественно, не хочется переплачивать агентству, потому что пока работник 90 дней не нанят, работодатель платит это все агентству, ну, там, за что-то отстегивает, то есть это как бы дополнительные расходы. А тут они берут человека, человек точно будет работать год, то есть вот эта позиция будет занята, это уже заводу плюсик. Поэтому, вот, вот, мне кто-то со мной спорил, что кто будет ждать вот этого unskilled, эту позицию пять лет? Ну, ждут, почему и нет? Если они постоянно так оформляют, оформляют, определяют, каждый год к ним там приезжает, пакет два-три человека, им хватает этого. Ну, как бы, как выход. Эта программа и началась для поддержки бизнеса. А теперь сравним по IB1-2, где у нас уже квалифицированные сотрудники. Для того, чтобы вы могли подать себя, как квалифицированного сотрудника, в принципе, не так много и нужно. Нам нужно доказать, там у нас есть список из десяти требований, критериев, которые нужно пройти, но вам не нужно соответствовать всем критериям. Ваша задача пройти хотя бы как по трём, минимально. Ну, чем больше у вас есть, тем лучше, конечно, но вот, три к три, если это вред. Я просто попробовала, я недавно смотрела пакет документов, реальных, реальные кейсы, мне так показали, по секрету. Я не собираюсь раскроить никакую информацию, давайте попробуем разобрать, допустим, я на своём опыте, могла бы я оформиться по визе IB2. И я так размышляю, что вообще-то могла бы, потому что там первый критерий, сейчас бы мне эти критерии перед собой взять. Перед нами десять критериев, я уже достала файлик, я уже не верю в свою память, чтобы ничего не ошибиться. Итак, первый критерий, наличие учёной степени. Учёная степень, в моём случае, это bachelor's degree, бакалавриат, либо у меня даже, после того, как я провела evaluation of my diploma, как-то эвалюацию диплома, да, здесь в США я сделала это, и там мне прописали, что у меня есть master of art degree in linguistic и bachelor's degree, тоже linguistic. Я лингвист-переводчик, у меня было, я сначала училась на историческом факультете, потом перешла на лингвист, статистически, получилось, в общем, у меня 6 лет обучения. Что туда можно ещё подключить? В эту же, в эту папку документов можно подключить в значимость вашего университета, где вы учились, например, если я учился в ОМГУ, Омский государственный, я даже не представляю, ну, добавить туда информацию о самом университете, о том, какие замечательные люди оттуда уже выпускались, о том, что это действительно университет высокого класса, и специалисты оттуда востребованы и ценятся. Следующий пункт. «Рекомендательные письма от работодателей, подтверждающие 10 лет опыта работы». У меня 10 лет даже на одном месте нигде и не было. Последние 7, 8, 8, последние 7 лет я работала со школой Skyeng, в этом году меня оттуда аккуратненько попросили, потому что я уже перестала работать, у меня оставался один-два ученика, с которыми я просто вела уроки, ну, потому что люблю свою работу, ни за денег даже, деньги оттуда уже последний год не получала, потому что российские карточки не работают. Ладно, 10 лет опыта работы подтвердить, я думаю, тоже можно, письма от работодателей, кстати, как я видела, даже можно попросить работодателя написать вам рекомендательное письмо, они пишут о том, какой-то, можете найти образец сами в интернете, написать, работодатель подписывает, все готово. Все это делается на русском языке, потом переводится на английский язык, потому что вы предоставляете документы в USCIS, в иммиграционной Америке, поэтому все должно быть на английском языке, то есть у вас там переводчик, ставит печать, штамп, что все переведено, перевод заверен, нотариально заверять не обязательно, но вот именно печать переводчика нужна будет. Следующий, трудовой сертификат или лицензия на профдеятельность, но вот это уже оформляется работодателем в США, то есть у нас будут найти работодатели, которые начнут оформление labor certification, а тут, наверное, сложность, да, как найти работодатели, как я до этого вот говорила про визу талантов, что вот в принципе имеет смысл переехать по визе талантов, например, она оформляется быстрее, и уже здесь, так как вы можете работать в своей сфере, вот как раз вот в чем связь между этими двумя визами, что вы приехали по визе талантов, и здесь вы можете легче вам уже обсуждать с работодателями потенциальными ваши возможности и возможность устроиться на работу и возможность как раз продвигать все это. И отсюда вы делаете, как это называется, adjustmental status, тут я буду врать. Вот на этом этапе вам уже нужно, когда вы уже в США и вы хотите поменять визовый статус, то есть поменять с одной визы перейти на другую, нужно обратиться к миграционному адвокату, у них уже есть свои стратегии, как все это производить. Ну, окей, вы продолжаете делать из своей страны жизни, то есть там вам нужно найти, получить от работодателя письма рекомендательные о том, какой вы ценный сотрудник и какой вклад вынесли в свою сферу, вот так вы работали. Членство в профессиональных организациях или сообществах, я никогда не состояла в них. Я состояла в группе, как это называется, премиум преподавателей, меня то позвали, еще дала же, у нас была группа амбассадоров, это профессиональные, я даже не знаю, как это можно было бы задокументировать, но в принципе, я бы могла бы обратиться уже к руководству и вот какой-то вот, мне бы написали поддержку, в принципе, у меня были даже письма, когда меня приглашали в эту группу амбассадоров, потому что у меня было достаточно опыта работы и вот тут так же, как это где-то следующим пунктом было, ваш вклад в профессию, то есть ваши публикации, по-моему, на визу ЭБИ один, ну признание достижений, да, ну вот как раз признание достижений это и будет ваша публикация, то есть если бы публиковались бы где-нибудь в каких-то, не обязательно это вот Бурда Моден, а какие у нас там журналы, которые известны на всю страну, это может быть локальный журнал, но опять же, с хорошим рейтингом, с высоким, как это называется, вот там, количеством публикаций, с высоким количеством публикаций, не обязательно это даже вот прямо журнал-журнал, бывает онлайн-презентация, бывает онлайн-публикация, и так же на сайтах, которые те же, кп.ру, например, раскакивает в памяти, потому что он как-то часто очень выскакивает, это очень много, интервью с разными людьми, очень много публикаций на разные темы, где вы можете как раз подтвердить свою экспертность, ну к примеру, на НГС, я, например, читал, на этот новосибирский сайт, то есть какие-то многие ресурсы новостные, они публикуют информацию о людях, они берут интервью, потому что им нужен контент, они его собирают, и вы также можете вот где-то там опубликоваться, если вы сможете опубликоваться в международном издательстве, то даже еще лучше. Так, ладно, переходим к следующему пункту, высокая зарплата, еееей, вот тут мы смотрим, ну да, вы сразу думаете, я учитель в школе, какая у меня высокая зарплата, вам не надо высокую зарплату по сравнению с министром образования, вам нужна зарплата в вашем регионе по сравнению со всеми остальными мучителями. То есть если я жила сначала в Ростовской области, я работала в школе, вот в реальном, в школе я работала год, и у меня зарплата была 9 тысяч рублей в месяц, это был 2017 год. Один месяц я получила 11 тысяч рублей, я до сих пор не понимаю, почему, как там все это рассчитывалось, но я работала на полставки, то есть у меня не было, у меня нет специфического педагогического образования, у меня переводческое образование, поэтому меня наняли на полставки, чтобы не включать, как-то там, что-то там, как-то там, просто я работала преподавателем английского, и у меня было, сколько у меня часов в неделю было? С 8 утра я до 12, до часу, я вот каждый день работала в школе, и за это получала 9-11 тысяч. После этого я начала работать в Кэнг, и там моя зарплата уже перешла из 9 тысяч, даже если тех, кто учится лет, кто работал на полную ставку в нашем поселке, в пригороде Ростова-на-Дону, получали, что-то они говорили, 21-25 тысяч со всеми вот этими пакетами, там классное руководство, со всеми вот этими кружками, кошмар, заполнениями журнала, столько много всего, и за это они получают 20 тысяч, кошмар. Вот. А я работаю онлайн, с Кэнг, получала последний год уже 60-70 тысяч у меня была где-то после последних моих зарплат. То есть предоставляю вот эту уже информацию, мне надо найти статистические сайты, которые говорят о зарплате в моем регионе, может быть сайты, где как-то поиск работы, скорее статистически официальные сайты, где вот эти данные сводные таблицы, они везде есть, наверняка, потому что я недавно смотрела такой же по Северной Королине, они есть. Вот вы их туда же прикрепляете и показываете, что вот у нас средняя зарплата по региону, а вот моя зарплата. И все. То есть вы показываете, что вы специалист более высокого уровня, выдающийся в своей сфере. И последний у нас пункт признания достижений со стороны госорганов. Мой любимый рефрен, повторяюсь, не доверяйте никому в интернете, ищите источники информации. То есть вы ищите, как переехать в Америку, то есть вам нужен сайт, иммиграционный сайт Соединенных Штатов, usis.gov, usa.gov. То есть там, посмотрите, куча сайтов, которые .gov, государственные, официальные сайты. Там есть даже кнопочка перевести на русский, если вы имейте трудности с переводом с английского языка, с чтением информации. Но если вы имхо, мое такое мнение, вы собираетесь переезжать, вам нужно учить язык. Переезд в другую страну без знания языка, это я не представляю, как в этом все будет. переносить. Ну, в общем, обращайтесь к оригиналам, ищите источники информации и все перепроверяйте. И последний у нас пункт, критерий, который можно доказать, воспользоваться им, это признание со стороны общественных либо государственных организаций, то есть какие-то грамоты, достижения. У меня была одна грамота, у меня была публикация в газете, я со стороны школы, опять же, участвовала в каком-то конкурсе, вот там, спортивная семья, это все из достижений. Но если бы я реально вот как-то, с другой стороны, у меня были достижения со стороны именно вот с Каенги, я переходила уже в какой-то там класс преподавателей, в принципе, я могла бы вот именно так попыхтеть на эту сторону, просто я уже оформляла визу, и мне было все равно, и я как-то особо не вот, вот наша виза уже была в процессе, и я понимала, что да, меня там уже брали в какую-то премьеру, вот там у них премиум учителя, меня туда звали, я сказала, ребята, ну у меня вот виза сейчас оформится, что я вам буду статистику оформить, я перейду в премиум, поработаю там два месяца, уйду, брошу учеников, зачем вам кому-то надо, и я не пошла туда, а потом еще полтора года видела, что могла бы запросто пойти. Ну вот к тому, что, то есть просто нужно именно реально посмотреть на ваш кейс, у нас есть очень сильно это, как это называется, это самокритичность в наших мозгах, где-то у нас там заложено, что мы не можем сами себя похвалить, мы не можем признать свои достижения, мы критикуем, мы считаем, что мы самые плохие, самые нехорошие, и вообще я коза, и коза у меня дура, правильно? Дура ты, муж у тебя дурак, хоть и помер, и Шурин, дурак, и сказал тебе тура. Я просто посмотрела кейсы, которые вот я видела, мне показали реальные кейсы, которые сейчас оформляются, которые уже прошли вот сюда, на миграционные пакеты, и в общем-то, я бы не сказала, что там что-то там, прям вот, да, это реальные люди, реальные, такие люди существуют, я с такими общалась, и в принципе для очень многих можно провести такой, вот такой, собрать этот пакет документов, просто если вы не знаете, с чего начать, попробуйте обратиться вот к кому-то, вот к кому-то, вот я могу посоветовать, вот тут ребята, вот у меня вот там, вот там вот, компания Меркер, по-моему, простите за произношение, не уверена, и в общем-то, у меня ко мне еще две обратились, компании, которые тоже могу порекомендовать, допустим, по оформлению визы бизнес, если вы хотите оформлять свой бизнес в Америке, то есть у вас уже есть бизнес, построенный в России, и вы хотите эмигрировать с целью построить свой бизнес в США, то тоже напишите мне в Телеграм, я вам тоже подскажу ссылочку, потому что способы эмиграции есть, просто надо понять, как к ним прийти, и как построить правильную стратегию, опять же, вот когда мы ко всему этому не готовы, нас не обучали нигде в школе такого предмета, почему-то нет, и мы не знаем с чего начать, а на самом деле в принципе все реалистично, да, нужно копаться с документами, да, тут нужно понимать, как это все готовить, ну, там опять же эссе, сочинение, где надо расхвалить себя, там где-то есть в пакете документов, где вы все это доказываете, что вы такой ценный сотрудник, мне, кстати, тоже надо сочинение написать, я тут недавно ходила на, как это, джоп-интервью, и там тоже один из пунктов, я вот там начала оформляться на сайте, и там один из пунктов 3000, то ли 3000 слов, то ли 3000 знаков, мне надо эссе написать о себе, я в каком-то, я теперь на него смотрю, я такая думаю, а чем я там писать-то буду, что включаете в это эссе, как-то да, поэтому вот у нас не хватает многих навыков, не хватает навыков, значит нужно искать людей, которые эти навыки уже где-то приобрели, научились, ой, и зарабатывать деньги, чтобы платить им, ну, удачного всем дня, спасибо за просмотр, пока-пока.